царь израиля соломон как его отец давид очень любил бога в израиле до сих пор не был построен храм во имя господа поэтому израильский народ приносил богу жертву на жертвенники однажды соломон отправился поклониться богу гаваон там был стол приношений соломон принес там тысячу жертвоприношений богу очень понравились эти жертвоприношения однажды он пришел во сне к царю соломон какое твое желание бог дай мне мудрость чтобы я управлял твоим народом богу очень понравился ответ соломона ты не попросил себе долгих лет жизни или богатства и попросил мудрость и поэтому я дам тебе мудрость такого как ты не было и не будет соломон разрешал много вопросов своего народа однажды к нему пришли две женщины с одним ребенком мы живем в одном доме но вчера ночью у этой женщины ребенок умер эта женщина плача начала говорить опять и когда я спала она поменяла своего мертвого ребенка на моего живого пожалуйста помогите мне забрать моего ребенка теперь вторая женщина плача начала говорить все это не так все ее слова это полное вранье она убила своего ребенка и придумывает способ чтобы забрать моего живого ребенка две женщины спорили и каждая говорила что это ее ребенок царь соломон немного подумав принял удивительное решение мудростью которую дал бог эй принесите мне тот огромный меч вот меч слуга поднес меч соломону и царь ему сказал раздели этого живого ребенка на две части половину отдай одной а вторую половину отдай другой люди очень удивились тогда одна женщина слезах сказала нет прошу вас не трогать его лучше отдайте ей но другая женщина пахныкивая сказала так правильно разделите лучшие напополам чтобы это был не мой и не ее ребенок прошло немного времени и соломон принял окончательное решение отдайте ребенка той которая прозит о пощаде она и есть мать которая по-настоящему любит поэтому ребенок достался назад его настоящей маме все удивились мудрости соломона так царь соломон мудро судил свой народ мудростью от бога стране где мудро правил царь соломон царил мир про это слух донесся до соседних стран и все завидовали мудрости соломона поэтому все хотели с ним встретиться и приезжали в израиль царица савская тоже отправилась в израиль набив верблюдов золотом серебром драгоценностями и разными ароматами она добралась до израиля и после долгого пути просила у соломона что самое важное в этом мире соломон без заминки ответил в этом мире самое важное это мудрость царица савская задавала очень много других вопросов и соломон на всех их отвечал она восхищалась его мудростью которую бог ему дал и передала соломону все приготовленные подарки царь соломон принял решение строить храм богу он привез много хороших деревьев из ливана он дал приказ народу чтобы они начали обрабатывать камни и деревья таким образом любовью народа за семь лет построен храм соломон был очень рад тому что храм наконец построен соломон собрал весь народ в храме и там они поклонились богу о господь благодарим тебя мы прославляем тебя царь соломон помолился так бог израиля нет такого бога как ты ни на небе не на земле мы и народ твой будем молиться тут когда мы будем молиться услышь наши молитвы с небес и если есть какие-либо грехи то по молитве нашей прости их царь соломон высоко поднял две руки и благословил свой народ и и и и и Продолжение следует...